Зампер, закрыт, то комнатами нижнего этажа пользовались каждый день. Вот в этом среднем помещении, например, находилась хозяйская столбова, где пациенту стоял такой раносный персон, овальный стол, в простенках стояли шкафы для посуды, это была посуда паблики Кузнецова, то есть попроще, но совершенно хорошая, которая пользовалась на каждый день, комплектная посуда. В южную сторону за этой дверью располагался рабочий кабинет хозяина, в северную сторону спальни. Экспозиции спальни у нас нет, а в кабинет мы зайдем. И здесь же представлены документы об истории бытования Демиловской дачи, дачи, построенной в флоте Швецово, и немножечко о своем флоте Швецово. Так вот здесь фрагмент карты Тавельского селения с территории дачи в флоте Швецово как раз и является нашим источником, по которому мы можем судить, что на этой территории находился, какова вообще была эта территория. Это французский топограф и Биржей Лари приглашены были Анатолием Демидовым среди других французских специалистов, которые работали, ну вот как раз в то время, на Тагистских заводах. И впервые, благодаря вот этому контракту, впервые в истории России выполнялись планы по научному методу треангулярной съемки. То есть я точно это было в треангулярной съемке. Не буду вникать в особенности этого. Но вот карта Тагильского селения, откуда взят этот фрагмент, 1843 года, она у нас есть в фондах музея, и часть листов отреставрированы. Каждый лист имеет величину, ну примерно на эту рамку. Их 18 листов, сложенные все вместе, они представляют карту Тагильского селения. Настолько подробно. Каждая улица, буквально даже каждый огород, был изображен очень точно на картах. Ну, они не только Тагильское селение, были и другие заводы со столичными картами. Вот, ну, в частности, вот мы видим все объекты вот этого территории этой дачи. Портретов у Тагильского селения, еще раз повторю, не выявлены до нашего времени. Но нам известно, что родился он, известно нам это из книги профессора Виргинского, исследователя, прежде всего, деятельности наших черепановых, поскольку в советское время популярно было, конечно, изучать крепостных бородатых мужиков из народа, черепановых, казапасных, махарных, макилевых, а некого господина Швецова, который пишет на французском языке, который говорит французский, который на какие-то высокие манеры, которого называют не иначе, как «господин» на всех блогах, изучать было непопулярно. Господь не изучали особо-то в советское время. Но все-таки Виргинский, изучая деятельность черепановых в архивах демидорских, встречался и с документами об интересной личности Фути Швецова, и в результате написал несколько томов о черепановых и маленькую тетрадочку о Фути Швецове. Вот ряд тетрадочек, я знаю, «Жизнь Фути Швецова». Родился он в 1805 году в семье крепостного техника и учился в Байском заводском училище. У нас есть учебники этого училища, в частности, французский букварь, учебник по минералогии. То есть там обучалось в этом училище совсем небольшое количество мальчиков со всех девяти заводов округа. То есть лучших из лучших. И только из семей техников. То есть из семей простых рабочих там никто не учился. И причем обучались только успешные ученики. Если человек был неуспешный, то он заканчивал немедленно свое учение. Так, в 16 лет, окончив это русское училище, он получает направление на продолжение образования во Франции. И два года на подготовительный курс так у меня. Все для этого нужно было проверить знания, его знания французского языка, поскольку преподавание, естественно, будет вестись на французском языке. И заводовладелец убедился, что да, швецов знает хорошо французский язык. Он писал ему письма французские и получал ответы на французском языке. И затем еще пять лет в Парижской Вашегорной школе под началом французского профессора Пьера Бертье, который был доставником, в частности, Швецова. Девизом Парижской Вашегорной школы до настоящего времени остается теория плюс практика. И ровно шесть месяцев, когда студенты обучаются теорией, а еще шесть месяцев практики на заводах. И вот здесь позначены заводы различных стран Европы. Вы видите и в Великобритании, и в Италии, и в Франции, и в Австрии, и в Голландии, в Венгрии, где проходил практику на этих металлургических заводах, в частности, в Франции Швецова. Поэтому после пяти лет учения в Парижской Вашегорной школе, естественно, Швецов был не только теоретически, но и практически очень хорошо подготовлен. Но беда состояла в том, что при этом он оставался крепостным, и как крепостному ему не полагался ни диплом в вашем образовании, ни звание горного инженера. В 23 года, к сожалению, без этого диплома и без вожделенного звания горного инженера, молодой человек прибывает на родину, в Тагилу. Он мечтает строить новую машину, у него готов план преобразования технического тагильских заводов, но ему тоже не дают никакой должности. Ему предлагают проявить себя, иначе он просмотрит, может, какую-то должность. Вообще, как это связь к заграничным на родине, это была отдельная история, которую, конечно, красочнее всего пишет. Мамин Тиберег, в частности. Не приветствовали или наоборот? В Романе «Горное пенездо». Не приветствовали, конечно. Но никто их тут... Как бы внешне, вроде бы, заводской управляющей встретил привелье. В Швецове были очень высокие отзывы его знаниях, его красивых светских манерах, знания иностранных языков, французского, английского, немецкого, его контактах с учеными, которым он к этому времени завел за границей. То есть к нему относились составляющие, но с недоверением. А вообще, как относилось... Это штат заводской. А как относилось население, вообще ко всем заграничным, это открытое, откровенное, ничем не прикрытое. Мягко говоря, они любили. Травда, это больше, чем не любили. Это открытое противостояние. То есть семь лет они отсутствовали. В это время их ровесники уже семь лет, может быть, вкалывали на заботы. Они тут реализовались неоткуда. Такие нарядные, такие все европейские, с такими манерами, с такими шляпами, штанами, туфлями, походками, раздрограми. Они другие приятные. И так, что ребятишки заводские бегали, забегали, мулюлюкали, освистывали, камешками бросали, это очень приятно. То есть это на самом деле. На таком уровне. Травля на всех уровнях. Нужно было через это пройти и не спиться, и не повеситься, как некоторые поступали. Ну вот, фути, Швецов все-таки это преодолел. И ему, в принципе, и выпал счастливый шанс. Как раз через год после его прибытия состоялась научная экспедиция немецкого профессора Александра Фангенгуста, мировой светило, известная во всем мире. И с Гомбертом Швецовым был знаком уже к тому времени. И Гомберт к Швецову относился как к молодому перспективному ученому. И Гомберт лично просил обучасти Швецова в сопровождении господ ученых по Уралу, на что Демидову открытывались согласия. И Швецов внес реальный научный вклад в эту экспедицию. Открыты были месторождения золота, платины, научные описания сделаны различные карты. И в результате этой экспедиции опять-таки по ходатайству Александра Гомберт Швецов получил таки свободу уже от следующего Демидова, к этому времени исключался один Николай Никитич и старшего сына Павел Николаевич на недолгое время заступил на управление заводами. Именно он освободил его от виспоследовательности. Став свободно приписавшись к купеческому сословию, Швецов получил должность управляющего медным родником. И здесь тоже нужно сильно радоваться и иметь в ладоши, как ему сильно порезло с этой должностью, поскольку родник был умирающим. Уже несколько лет это большого труда стоило загнать хотя бы какое-то количество рабочих в эту шахту добывать остатки оставшейся там руды, поскольку добывать нужно было стоя выше колена в воде и не приведи господь то ли сейчас, то ли через 5 минут он варится. То есть рудник собирались закрывать, и вот этот вот рудник умирающий получает футишвецов и тут же ему еще и норму выработки, какая была раньше, не дают, где же добыть эту руду, если уже вся перспективная руда выработала. И через все эти трудности футишвецов проходит. Он решает вопросы с откачкой воды групповой с опущением добычи на более низкие и более перспективные горизонты, где действительно идут рудные тела богатые и где идут также и запасы малахита. То есть он увеличивает подъем медной руды в 4 раза по отношению к тем перспективным рудам, которые были раньше и выходит на огромные зарежи, монолитные зарежи малахита. Глыба малахита, которую он зарисовал для иллюстрации научной статьи в горном журнале, представляет как раз зареж весом 260 тонн. Вот в 1836 году она была обнаружена, эта зарежь, и тогда можно было действительно человеку встать рядом с верхней частью этого выхода, этой скалы на поверхности разреза шахты. Затем еще 9 лет рабочие Тагила освобождали эту глыбу от окружающих горных пород. Тогда можно было измерить реальности протяженностью 16 метров высотой 9 метров и тогда уже точно подсчитать, что это не мощно 260 тонн. То есть это, конечно, такое биологическое чувство чуда, моря которым Тагил прогремел на весь мир. То есть мировое нейрологическое чудо. Конечно, прогремели прежде всего Демидовы и, так сказать, близко этой славы попал и нафроте Шевцова. И вот на этой малахитовой славе он получает свою главную должность управляющего технической частью округа. вместе с этим конечно очень высокое желание, высокое решение в обществе. Он строит и так далее свою дочь. И очень много делает именно для рабочих. Во-первых, он делает ставку на отечественных производителей и мы знаем наших черепановых только лишь благодаря тому, что их начальник он не порширял закупку техники за границей. Хотя Анатолий Демидов постоянно обращался к нему с такими предложениями. Он считал, что мы можем делать технику своими руками всю какую нам нужно. В том числе паровую технику. На этой почве возникали конфликты с другими членами производской культуры в особенности со вторым управляющим по экономической части Дмитрием Петровичем Дмитрием Васильевичем Беловым, который происходил из потомственных с самого начала Демидовых с Петровских времен и с потомственных заводских служащих. И он откровенно говорил Шевцову, что мы здесь главные из поколения в поколение, а ты стреляйся, ты ничего не значишь. Мы не были постоянные конфликты. И вот приехавшая так сказать ревизия из петербургской конторы, которые стремились благодаря этим наветам и жалобам Белова на Шевцова все-таки как-то выяснить правду. Новый главный полномочий Антон Кожуховский стремился. Он вставал на сторону Белова. И он очень хорошо поискал и нашел якобы какие-то упущения в деятельности Шевцова. В особенности ему меняли политические мотивы, как передиску с сынными декабристами, которые к тому времени были сынными. Он с ними переписывался защиту старообрядцев. Это тоже был очень серьезный конфликт в Тагене. Костюмик защищал. Он считал, что здесь нужно пойти на встречу к ним для пользы забот. Но Беловы всегда были на страже такими сторожевыми псами Демидовых. Так себя и называли их предки. Буквально каждую возможность выгоды Демидовых они старались со всей своей силой использовать. И я так сказать на все жертвы медленно описывали свои горные образцы празима, гельтита, подсвешен книг того периода времени, огрозить почерков флоте швецово, чертежи. Собственно, едва ли господин швецов, когда отдыхал на своей даче, поскольку по книге удачка небольшая. Но все, что полагалось быть в рабочем кабинете здесь имелось. То есть это деловая часть кабинета, это обязательно письменный стол, письменные принадлежности, это шкаф-конторка, это у нас очень удачное наше приоритение на поступление в фонду музея-заповедника изобнования семей, английский шкаф-конторка из древесины корейской березы, покрытая на несколько слоев синей, голубой масляной краской. Вот это прекрасный шкаф-конторка оригинальный английский и известно, что мебель здесь в усадьбе в Швейцово это мебель из древесины корейской. А это камин или что это тут? Да, здесь мы сохранили камин, но на верхнем этаже он продолжался, голландской печью и общим дымоходом на крышу. Там уже конечно не действующая камин, только сохранилась я зайдусь снимаю. Ну, зайдите. Ну, иерархича часть кабинетов не примикает в зона отдыха с чайным столиком, с шкатулкой филеидором, сигарницей, пепельницей. предметы кассинского литья изображающие лошади на боли, лошадь на водопое. Известно, что фатисшвецов очень любил лошади. А что есть тут подлинник Швецова? Подлинник Швецова нету. вообще нету. Нету вообще. Нужно, вы должны были понять, что когда его уволили, то вот Дмитрий Васильевич Белов, он стал единственным управляющим, как экономической, так и по технической части. И это был антагонист флоте Швецова. И здесь вещи флоте Швецова были распроданы. Распроданы в разные руки. То есть интерьер здесь поменяли для демитов. И даже если какие-то в архиве были изображения флоте Швецова, то была возможность их изъять из архива. Почему мы сейчас не можем найти? Поэтому портрета нету. Это была вражда, открытая вражда. ежеминутная, ежечасная, постоянная противопорство, которое постоянно... А Демидовы как к этому относились? Или им было все равно? Нет, это уже Анатолий Демидов. Он далеко за границей. ему конечно ездил флоте Швецов, ездил Белов, и они встречались. Но ему это было конечно трудно. Все равно он огорчался. Анатолий Демидов считал Швецова как бы в одном из высказываний его письма возможно одним из умнейших людей на Урале он считал его. Но ему это докучало, что ему нужно разбирать эти его брязги. И он соглашался, у него уже был большой штат. Были управляющие петербургской конторы, над этим управляющими был еще полномоченный, были опекуны. То есть было кому управлять. И вот он да, пусть они там управляют. Хорошо, как справиться. Ему это было скучно. Продолжение следует...